Старый Айдар от оккупированной территории отделяет чуть более километра. До войны здесь проживало более 500 человек. Сейчас около 30. Поселок регулярно обстреливают. Последним таким сюрпризом стал запрещенный минскими договоренностями 120-мм снаряд. Вот на том и месте. Кроме обстрелов, в той части поселка, которая на горе, проблемы со светом, как только смеркается, электричество отключают. Там дальше, потом стрелы, чтобы оттуда дальше. Там у них и свет горит, и днем, и ночью, там вообще окна. У нас этого нет. Ну так сказали, мы так и делаем. Чтобы не стреляли сюда, я не знаю. Вот это у нас все позакрыто. Сердце отрывается уже. Каждые праздники немножко там нас приветствовали. Было немножко. Но сейчас уже, слава богу, лучше. Вот после этих праздников тише стало. У нас ни подвалов, ничего нет. Мы так сидим и ждем, смотря погода. Жители рассказывают, в поселке работы нет. Выжить помогает разведение и продажа коров, свиней, кур. В теплое время года продают в городе счастье то, что выросло у них на огороде. Мы живем в 19 веке. У нас из цивилизации только электричество, интернет, все остальное. Мы живем натуральным хозяйством. То, что выросли, то вырастили, то и съели. Я, например, луганчанка. У меня работа в Луганске осталась, квартира в Луганске. А здесь какая здесь работа? Никакой коровы, свиней. Это все наша работа. Несмотря на трудности, жители Старого Айдара надеются, что обстрелы скоро закончатся и настанет мир.